Приветствую вас на канале вкусный уголок. Сегодня готовим праздничные блины. Для этого нам потребуется 500 миллилитров молока, 5 яиц, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, пакетик ванильного сахара 8 грамм и 6 столовых ложек с горкой муки. Если вы печете блины для несладкой начинки, тогда вместо ванильного сахара и обычного сахара нужно класть пол чайной ложки соли. Берем емкость, вбиваем в нее яйца, добавляем ванильный сахар, обычный сахар и все хорошо взобьем венчиком. Сюда же добавляем молоко, оно должно быть комнатной температуры для того, чтобы меньше образовывались комочки. Еще раз хорошо перемешаем. И теперь мука. В этот рецепт идет ровно 6 столовых ложек муки с горкой. Вот такая вот должна быть горочка, видите? И хорошо перемешиваем, чтобы не было комков. Если у вас останется пару комочков, то ничего страшного, они потом разойдутся. И теперь в конце добавляем растительное масло, у меня подсолнечное. И все хорошо опять перемешаем. Тесто готово. Вот такое жидкое оно получается. Теперь оставляем его на полчаса, чтобы оно отдохнуло. Затем ставим сковороду на огонь, разогреваем ее хорошо. Я всегда смазываю кусочком сала наколотым на вилочку. Если у вас сала нету, тогда просто можно капнуть капельку растительного масла и хорошо его размазать кисточкой. Далее с помощью Аполлоника наливаем тесто на сковороду. Распределяем равномерно по всему дну. И так поджариваем сначала с одной стороны. А затем, когда уже сверху нету мокрых мест, видите, аккуратненько поддеваем и переворачиваем на другую сторону. Так нужно пережарить все блины. Они жарятся очень быстро на среднем огне. После каждого блина сковороду смазывать не нужно. Примерно каждые 5-6 штук. Но все зависит от качества вашей сковороды. Вот такие блины у меня получились. Из того количества продуктов, что у меня было, у меня вышло 28 штук диаметром 18 сантиметров. Подавать их можно с любым вареньем, со сметаной. У меня на канале есть прекрасный шоколадный соус к блинам. Так что готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.